Самое оживленное время в Доме культуры по вечерам. Просторы вестибюля наполняют детские голоса. В ожидании репетиции непоседы играют в догонялки. Многие взрослые после работы тоже ходят в Дом культуры, позаниматься вокалом или хореографией. Так было и 10 и 50 лет назад. Для того и создавался Дом народного творчества, чтобы у человека в любом возрасте была возможность заняться делом для души. За 100 лет это учреждение универсальное. От мала до велика, от детей до бабушек, дедушек, мы можем принять в своих стенах. Приходят семьями, то есть семья. Ребенок идет в клуб настольных игр, занимается своим любимым и играет со своими сверстниками любимыми играми. Взрослые поют, танцуют. Сегодня в Доме культуры работают 10 педагогов. У некоторых из них по несколько кружков и коллективов. Большинство из них имеют богатую историю. Например, больше 10 лет помогает сохранять древнюю эскимосскую культуру Ирина Суворова. Она руководит фольклорным ансамблем, который основала еще в советское время ее мама. Дело фактически двух жизней недавно высоко оценили. За свою работу Ирина Суворова получила правительственную награду. Я восстанавливаю древние, забытые эскимосские песни и танцы. Дело в том, что я родом из села Наукан, а наш науканский диалект уже вымирающий. И на этом диалекте уже человек 15-20 всего осталось, чисто говорящих на науканском диалекте. Сохранение национальной культуры посвящен в Доме народного творчества целый отдел. Кружок любителей чукотского языка есть и в пять лет назад, вошедшем в состав Дома народного творчества клубе Силата Вайва. ДК меняется не только за счет такого расширения. Несколько лет назад малый зал переоформили под антикафе, в котором теперь проводятся литературные вечера и интеллектуальные вечеринки. Заработал абсолютно на безвозмездной основе клуб настольных игр. Правда, ушел в прошлое рок-клуб, зато теперь есть пространство для бально-спортивных танцев. Люди после работы спешат на репетицию для того, чтобы отдохнуть душой. Ну и результатом этого, соответственно, наши концерты. Мы за год различных мероприятий, маленьких, больших, выставочных вечеров, каких-то тематических вечеров, концертов, торжественных мероприятий проводим более двухсот. Атмосферу творчества ненавязчиво поддерживают и постоянно действующие фотовыставки. Каждый из сотрудников Дома культуры погружен в свое дело, но чувствует, что является частью творческой семьи. Мы, конечно, можем друг друга не видеть неделями, но при этом мы всегда рады друг другу. Мы готовы пойти навстречу, готовы помочь, чем можем, что в наших силах. И я думаю, что обстановка у нас достаточно теплая и дружественная. Один из кабинетов, который обычно никогда не пустует, это кабинет вокала. Здесь принимают не только своих учеников, но и дают потренироваться артистам перед скорым концертом. Завтра Дом культуры будет принимать поздравления с Большим юбилеем. А уже через неделю здесь будут чествовать другого юбиляра – ансамбль «РГРОН». Анастасия Веденеева, Ярослав Сиртун, Служба информации.